Итак, привет дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков и что-то да, давно не выпускаю видео, торможу и каждый раз обещаю, что вот сейчас, сейчас начнется и все будет хорошо, но нет, но нет, но тем не менее обещать больше ничего не буду, единственное что скажу, вы можете взять, налить в кружку пельменей, заварить в чайнике, не знаю чего, усаживаться поудобнее. И смотреть видос, сегодня у нас выходит такой достаточно, наверное, странный формат по многим причинам, но фишечка заключается в том, что, ну, обсудим некоторые новости, как бы происходящие вещи, которые происходили непосредственно ребятушки в игре, пока я отсутствовал и стримил игру Escape from Tarkov и как бы она, блин, интересная, чуваки, если не видели на стриме, заходите, сначала ничего не понятно, но потом затягивает игра для настоящих мужиков. Ладно, не суть, короче, погнали. Первое, что мне хотелось бы обсудить, да, я сейчас нахожусь на ЕЦ, сегодня заберем халяву, поноим по поводу линии обороны, предположим, предположим, что вообще нам стоит ожидать в обновлении, у меня есть такая некая, ну, неадекватная теория, я вам это все покажу и расскажу. Во-первых, да, буйствовали баги в игре и это достаточно печально, я помню, когда начинал проходить битву гильдии, мне ребята предупреждали, быстрее, быстрее проходи БГ, потому что много багов, ты не сможешь пройти БГшечку и каждый раз, когда меня все пугают, у меня все хорошо. По крайней мере, на основном аккаунте все было замечательно. Но, когда перешел проходить битву гильдии, ребятушки, на яйцо, тогда, конечно, начали случаться проблемы некоторые, но не сказать, что серьезно, и просто ты заходишь, короче, в противников, да, выбирать противников, кого же ты будешь расчехлять, и в конечном итоге ты просто видишь плывущие серые облака и больше ничего. То есть, это ничего не загружалось, но в целом, как бы, потом эта проблема сама по себе устранилась и было все хорошо. Но, тем не менее, тем не менее, друзья, багов было в игре очень много и достаточно продолжительное время, там, ну, вот просто список из этих багов, некоторые начисления очков Блиц Турнира, а, некорректное начисление очков Блиц Турнира, трудности при входе в Блиц Турнир, трудности при активации золотого медальона, трудности при завершении сражения в командных подземельях, атаке фортов Блиц Турнире, рейдах и битве гильдий, трудности при создании и вступлении в группу командных подземелий, победа засчитывается как поражение, трудности при входе в арену. И, вроде как, уже разработчики выпустили, хотел сказать, патчи, вот, короче, они выпустили, сделали техработы, вроде как там что-то исправили, может быть, что-то и не исправили, вы в любом случае пишите в комментариях, случаются ли у вас баги после техработ, не случаются, но, вроде как бы, все контролится, вроде как бы, ребят, все хорошо и разработчики следят за ситуацией. Единственное, у меня вопрос заключается в том, что с какого фига, потому что обычно баги, вот вспомните, ребята, они происходят именно тогда, когда, ну, выходят обновления, выходят обновления и тогда, как бы, глюки, тогда может что-то некорректно работать, что-то происходить, а тут, блин, короче, в середине, в середине, грубо говоря, периода между обновлениями, бац, и какой-то сбой произошел. Почему так? Непонятно, но надеюсь, что больше таких вещей происходить не будет, так что, не знаю. А, я вас еще не ныл, не просил даже еще лайк поставить, ну, если что, поставьте, а вообще, плевать, можете вообще ничего не делать. Короче, ладно, не суть, но жду ваших комментариев. Идем дальше. Баги обсудили, это грустно, это печально, но, я не знаю, я, как обычно, с этим не столкнулся, но жалоб и предупреждений, визгов, криков было достаточно много, и они вполне были оправданными. Что касается линии обороны, не буду переставать ныть по поводу того, что, ну, блин, это та локация, на которую мы возлагаем огромнейшие надежды, и плюс, как бы, оттуда нам нужны некоторые ресурсы. Я молчу уже про этого хладного призрака, которого раздают, да раздать все до конца не могут, могли бы уже взять и поменять награду. Сообщение нытиков по поводу того, что, блин, а те, кто еще хладного призрака не успел собрать, ну, те, кто не успел, вот, пускай идут в пень. Нужно успевать, нужно стремиться, да, качать свой аккаунт, чтобы впоследствии успевать собирать каких-то важных героев, да, с этой линии обороны. И было бы интересно, если бы каждый сезон там менялся герой. О, классно, да, реклама выскочила. Это было бы реально интересно, это бы подбадривало, это бы заставляло шевелиться, но нет. В конечном итоге локация абсолютно скучна, потому что, если я беру, к примеру, свой основной аккаунт прокачанный, как бы я там ни пердел, как бы я там на одной ноге ни прыгал, хоть задницы на клавиши нажимал бы, в любом случае все будет хорошо, я пройду все три волны. А если я беру, к примеру, аккаунт Яйца, мой бездонатный аккаунт, на котором мало героев со второй эволюцией, то стабильно. Опять же, как бы я ни пердел, что бы я там ни делал бы, я не знаю, стримил бы на Твиче, пердел бы подмышкой, не важно, просто тупо не важно. На халяву расставил героев, вторую волну обязательно пройдешь. А вот дальше, на бездонатном, на каком-то непрокачанном аккаунте по типу Яйца, ты уже не можешь пройти, взять третью волну. И получается, что как бы локация не проработана. Локация реально не проработана, она непонятна вообще для чего сейчас существует. И разработчики просто сделали локацию, которая превратилась в простой тупой фарминг, потому что нам с нее нужны ресурсы, благодаря которых мы можем прокачивать улучшение титула. Вот, но опять же, у нас непонятная ситуация, скажем так, с таймингами, да, межсезонья. Какое время будет занимать межсезонье? Поначалу они вообще там с ума сошли, они линию обороны открывали только после обновления. Сейчас уже до обновления ее открыли. Но опять же, какой кулдаун, непонятен. Может быть он уже где-то появился, он прописан? Напишите опять же в комментариях, я не видел или, как обычно, не обратил внимания. А смысл им ее открывать? Смысл им ее делать, не знаю, интересно и так далее. Когда ты можешь просто взять и купить вот эти вот, скажем так, ресурсики. А где они? Вот куда они, кстати, сейчас пропали? Вот я вчера пытался это видео записать, если честно, не успел. А, вот, вот, ну типа зачем им там париться? Зачем нам, зачем им нам эту локацию давать часто, менять награду и так далее? Потому что все, как обычно, происходит так. Добавлена локация, ради которой можно продавать какие-то новые ресурсы на базаре за бабло. То есть они как бы ресурс этот ввели, бабки с продажи этого ресурса они получают. А что там с этой локацией? Да всем плевать, короче. Ну, игроки и так схавают. Пока что это так выглядит. Но все равно у меня есть какие-то надежды, знаете, такие, как бы... Я, конечно, сумасшедший человек, но я хочу верить в хорошее. И хочу верить в то, что они возьмут, к примеру, в следующем обновлении или через месяц-два, возьмут и начнут ее как-то дорабатывать и дорабатывать серьезно ее. А не так, чтобы, типа, просто в обновлении, в описании обновления написать. О, мы вас слышим. Мы там взяли и исправили какие-то словечки. Что? Словечки. Я сейчас приду, все исправлю. Короче, у ребенка зависли мультики. Нужно взять все, ребятушки, восстановить. Прошу вас извинить. Так, на чем я остановился? А, на том, что у меня есть надежда, что эту логацию сделают интересной, проработанной. И она не будет существовать только ради фарминга каких-то определенных ресурсов. То есть, а, надо зайти ее там профармить. А, надо зайти, потому что интересно. Вот, что хотелось бы от локации линия обороны, друзья. Но, тем не менее, то, что они выпустили, открыли ее раньше, чем выходит обновление, это уже классно. А то, я думал, реально будут раз в месяц открывать, там, превратится она в фонтан желаний. Вот, вот в какую-то вот эту вот дичь. А, ладно, идем дальше. Что мне хотелось обсудить? Мы тут медленно и, как бы, достаточно успешно переходим к такой вещи, как обновление. Обновление. Что нам ждать от обновления? Ребятушки, ну, во-первых, не забываем про слухи по поводу того, что будет возможность, появится возможность прокачки 15-го умения у героев. И от этого никуда не уйти, потому что, реально, в файлах игры находились файлы. Мало того, что файлы с картинками там находились по поводу прокачки вот этого всего действия, друзья. Так еще и находился, что там еще? А, и описание, да? Описание даже было, что будет с 15-го умения. И в прошлый раз, если я не ошибаюсь, фишка заключалась в том, что когда мы за месяц или за 2 месяца. Короче, мы нашли эти файлы, мы нашли описание 14-х умений. И потом через обновление, через 2 месяца, короче, добавили это все в игру. Я думаю, что в предстоящем обновлении нам, блин, придется хавать новое дерьмо от IGG. Но мы к этому, ребятушки, уже привыкли. От этого не уйти. Но! Что мне еще хотелось бы отметить? Какие интересные вещи мне, ребятушки, хотелось бы отметить? А интересная вещь заключается в том, что у меня, ну не то чтобы мания преследования, у меня, как бы вам объяснить, ну вот эти вот заговоры в башке. Очень хитрая фигня. Смотрите сюда. Кто следит за официальными аккаунтами игры Битва Замков, да, там, пусть то в Фейсбуке, пусть то в Инстаграме, пусть то в официальной группе ВКонтакте. Вы, ребята, могли заметить, что, грубо говоря, начали появляться какие-то подозрительные фан-арты касаемо тыквы. Что я вам хочу сейчас показать? Смотрите, я сейчас беру кое-что, переключаю, вот так вот. И, смотри, заходим, к примеру, это мы где сейчас? В официальной группе. В официальной группе ВКонтакте мы сейчас, ребята. Тут что писали? Замковладельцы, под маской князя тыквы, девушка, как вы считаете, возможно ли это? Расскажите нам в комментариях. Вот тут как бы ничего не написано про то, что это какой-то фан-арт. Хотя есть водяной знак Кастел Клэша, ну, не знаю, ну, может быть, админы, да, этой группы взяли туда, добавили. Ну, короче, здесь ничего не написано про фан-арт. И просто говорится о том, что, как вы думаете, возможно ли там у князя тыквы, короче, может быть, князь тыква это девушка, понимаете, ребят? Может быть, это девчулечка. Я такой, чик, интересненько. Это какой-то тонкий намек от разработчиков, да? Ммм, ммм, пахнет, пахнет, пахнет новостью из предстоящего обновления. Ну, или, может, через одно обновление. Дальше. Похожая фигня была и на Фейсбуке, но там что-то вроде, если не ошибаюсь, называли там фан-арт от игроков битвы замков, да? Ну, ладно, заходим, к примеру, в официальный аккаунт Кастел Клэш в Инстаграме. Это, если не ошибаюсь, это английский, короче, аккаунт, да? Кастел Клэш IGG, фан-арт Фрайдэй, so that's what's PD looks like. Смотри. Опять же, это типа выдают, короче, за фан-арт. То есть, как будто это игроки, как бы, сами нарисовали, да? Тут даже есть подпись игрока, кто нарисовал. А и тут у нас показывается сисястая княгиня тыквы, если можно так назвать. Вообще, в целом, конечно, в целом, конечно, круто, если это реально будет княгиня, да? То есть, если откроется тот факт, что тот легендарный герой, князь тыква, тот герой, от которого пошло название моего канала, на самом деле является девушкой. Это все прикольно. Но вот что мне хотелось бы заметить. А не слишком ли много совпадений? Они выдают, короче, начинают пробивать почву, на что-то намекать. И тут даже просто выдают, как будто это фан-арт. Ну, не бывает таких совпадений, что прям вообще на всех платформах, неважно, там русская платформа, там английская платформа, ВКонтакт, Фейсбук, Инстаграм, с разными фан-артами. Но, как бы, задаются одни и те же вопросы. Это тонкий намек на то, что или у тыквы появится новый скин, как минимум. Но мне бы этого не хотелось. Не, хотя, конечно, новый скин прикольно, но мне хотелось бы, чтобы какая-то появилась история с тыквой. Может быть, это какая-то будет, ну, не то чтобы локация, может быть, какое-то свойство тыквы или еще что-то. Если это просто тупо новый скин, там, где будет реально телка, ну, ну да, ну да, неплохо. Но все-таки это легендарный герой. И хотелось бы, чтобы там что-то было вот прям хорошо, вот чтобы там было прям, короче, прикольно. А, и раз я в Инстаграме, давайте, я не знаю, прорекламирую свой Инстаграм, я там высказываю... Ничего я там не высказываю, просто когда мне не лень, я выкладываю какие-то тупые фотографии. Вот, ссылка будет в описании, ребята. Если что, просто берите и, ребятушки, подписывайтесь. Ну, а мы возвращаемся в игру, что бы мне еще хотелось бы обсудить. На самом деле, видео уже у нас достаточно долго. Линию обороны мы обсудили. Сегодня кусал локти, ломал голову, думал, донатить, не донатить. Может быть, взять, что-нибудь купить, а может быть, короче, не купить. Не знаю, не знаю, ребята. Вот, пишите в комментариях, что думаете, как вы сегодня оцениваете акции. Есть акции, но есть классная акция, конечно, «Сбежавшие оленя». Вот, это, наверное, самая топовая и любимая моя акция, которая сейчас существует в игре. Просто, когда вижу акцию «Разбей яйцо», хочу блевануть. А когда вижу акцию «Сбежавшие оленя», у меня пристает писька. Вот только таким образом я все это могу описать. Баги обсудили, предстоящие обновления обсудили. И, как обычно, нам в обнове добавят двух героев, один донатный, другой бездонатный. Скорее всего, 15-е умение. Скорее всего, возможно, что-то, какой-то замут с «Князем тыквы». Может быть, скин, а может быть, что-нибудь поинтересней. Каких-то позитивных ожиданий и надежд по поводу предстоящего обновления я не строю. Но, единственное, конечно, хотелось бы, просто молюсь о том, чтобы моя самая такая потаенная мечта о том, что линию обороны все-таки не будут оставлять так, как есть, и ее продолжат дорабатывать. Вот у меня есть все-таки такая мечта и такое желание. Единственное, конечно, тут сами знаете, что происходит в Китае и, возможно, какие-то задержки. Хотя по поводу этого никаких слухов не было. Вам же пожелаю огромнейшей удачи. Большое спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Оставайтесь на канале. Держите свои пальцы на моем пульсе. Я не знаю, что я несу. Постараюсь вам выпускать видосы почаще. Если сегодня будет все хорошо, выйдет фан-стрим, на котором, может быть, я буду сидеть и смотреть, деградировать какой-нибудь ТикТок. Или буду смотреть на ваши города через Google Map, погулять по ним, оценивать. Короче, не знаю, вот, может быть, фан-стрим будет. А может быть, нет. Может быть, буду пилить какие-нибудь видосы вместо стрима. Всем, ребятушки, большущей удачи и пока. 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 Пока.